Теперь занятия воспитанников Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних будут проходить в разы комфортнее. В его стенах появились новые диваны и комфортные кресла. В рамках благотворительной помощи их пожертвовал центру Химкинский предприниматель, владелец мебельной фабрики. В осуществлении доставки поспособствовали депутаты Совета депутатов Глеб Демченко и Татьяна Кавторева. К нам обратились с просьбой помочь с мебелью, с мягкой мебелью. Депутаты попросили предпринимательское сообщество помочь. Откликнулась наша мебельная Химкинская фабрика. Они любезно предоставили для социального учреждения диваны. Мы организовали доставку. В социально-реабилитационном центре находятся ребята от 3 до 18 лет. Всего не более 20 человек. Дети или их родители попали в трудную жизненную ситуацию. Персонал центра делает все возможное, чтобы его воспитанники чувствовали себя уютно и комфортно. Реальность превзошла все ожидания. Мебели пришло в разы больше заявленного. Всего должны были быть подарены 3 дивана. Но когда мы сегодня открыли машину и увидели подарки, которые пришли в реабилитационный центр, мы, конечно же, были очень приятно удивлены. Потому что мягкой мебели оказалось намного больше, чем мы ожидали. Мы благодарим предпринимателей, которые отзываются, которые помогают и которые не оставляют детей в сложной ситуации. Новые диваны теперь будут стоять в игровой комнате. Здесь недавно был проведен косметический ремонт. Для остальной мебели также нашли место. Конечно, мы найдем применение. У нас есть еще одно отделение на улице Ленинградской. Там у нас находится отделение помощи семьи детям и отделение для детей с ОВЗ. И там тоже есть потребность, что у нас там есть актовый зал и место для занятий, игр для детей. Поэтому я думаю, что детскую мебель мы обязательно найдем, куда ее простроить. Воспитанникам центра очень понравился такой подарок. Дети перебирались с дивана на диван в попытке понять, какая модель самая мягкая. Чуть позже, комфортно устроившись, они будут вместе смотреть мультфильмы. Самир, пойдем выбирайте. Субтитры подогнал «Симон»!